Кольн Оц использовал сумми Гаэши не только как способ получить судейскую оценку, проведя прием с положения стоя, но и как основной метод перехода в Неваза Партер. Его уход от захвата ноги соперником в Мунай Гатами выполняется вместе с сумми Гаэши. Это было настолько часто, что Оц регулярно атаковал с помощью сумми Гаэши с намерением на самом деле подготовить свой уход от захвата ноги и получить результативную оценку. Он говорит, что во второй половине своей соревновательной карьеры, если он доходил до момента, когда его соперник оказывался на спине и зажимал его ногу, он чувствовал, что у него есть 75% шансов выиграть поединок. Он считал это своей выигрышной позицией. После неудачной атаки в сумми Гаэши он занимает защитную позицию. Оц ведет свою левую руку диагонально через дальнее плечо партнера, захватывая его пояс. Затем он загонит правой рукой под мышку, фиксируя верхнюю половину тела. Оц отмечает, что темп, сохранение контроля и давления – три ключевых компонента успеха этой техники. Темп должен быть максимально быстрым при захвате пояса и под мышкой. Как только он получает контроль, он замедляет темп, поднимается на партнера и начинает работать ногой. Когда он выбивает свою ногу из зажима, он возвращается на полную скорость, переходя к удержанию. Переход из положения стоя в положение лежа и в положение захвата обеими руками происходит быстро. Теперь все замедляется, так как Оц сохраняет контроль и начинает наращивать давление. Делая это, Оц наклоняется и прижимается к голове соперника, что, по его словам, является самым неудобным положением для партнера, поскольку это затрудняет его дыхание. Именно постоянное давление заставляет соперника отпустить ногу, так как его внимание переключается с ног на голову. Медленный темп означает контроль техники и наращивание давления. Но в тот момент, когда вам удастся освободиться от ноги, вы должны быть максимально быстрее, потому что именно в этот момент партнер приложит все усилия, чтобы перевернуться и уйти от удержания. Еще один ключевой момент заключается в том, чтобы быть уверенным, что положение тела партнера изменится в тот момент, когда вы перейдете из положения на спине в положение на боку. Поскольку контроль над верхней частью тела должен сохраняться как через пояс, так и через подмышечный захват, это движение должно выполняться нижней половиной тела, используя действие креветки. Это движение также может быть использовано для того, чтобы помочь отвести ногу от ноги партнера до момента, когда ее можно будет освободить. В Муне Гатами Олдс советует не надавливать своим весом и не держать слишком крепко соперника. В этом случае вы обнаружите, что привязаны к партнеру, а если он попытается перевернуться, то вы можете обнаружить, что двигаетесь вместе с ним. Вместо этого Олдс предпочитает оставаться расслабленным и давать немного пространства между грудью партнера и своей. Его правая рука свободна и подвижна. Она используется для защиты от попыток ухода и для противодействия сильным движениям партнера. Он говорит, что это пространство создает у партнера впечатление, что есть возможность убежать, но все заканчивается тем, что у партнера уходит энергия и в конце концов он сдается.